Итак, в этом ролике давайте вставим сейчас риг лицевой, посмотрим как тут будут кости установлены, чтобы потом можно было это дело все вертеть, крутить, натягивать и чтобы получился вот такой вот результат. Полный ролик, вот этот будет без озвучки, это вырез с мультфильма, будет в группе, если кому-то нужно для использования, там можно будет его скачать. Итак, погнали, так выглядит он вот таким значит образом, сделаем шейдер смут, так глазам делаем шейдер смут, глаза отдельные, так смотрим, что значит у нас вот по вот этому кольцу, здесь у меня значит текстура золота, так, голова тигра, ну вот так вот. Все это будет значит в папке, вся информация, даже вот откуда я брал вот эту раскраску языка, вот этого вот неба, гляньте там внутри прям уже пещера. Вот осталось теперь лестницу сделать, вот так вот от языка, и тогда все будет офигенно, а когда мы еще добавим пустыню, добавим значит вниз пещеру и погуляем там, это будет вообще бомба, наверное. Так, на глаза поставим потом эмиссию, на рот, не знаю, возможно тоже получится включить на текстуру курта, вот это вот, выделим полигон и назначим группу и попробуем тоже свечение добавить, тогда уже освещение не надо будет добавлять, но не получится, если вдруг что-то информация у меня не отложена в группе за это дело, но еще поищу и тогда уже попробуем свет, вот этот лифт туда вот как-нибудь приторопить. Так, все, погнали делать рик, так, языку тоже, подождите, языку сделаем в шейдер смут, я сейчас вот текстурки отключу, так, кодык, кодык тоже отдельно, шейдер смут, ну и в принципе все. Так, тройка на нампаде, отводим кольцо, так, сейчас я, оп, пивот не хочет становиться, я вот эту информацию, в принципе, я его сильно-то не трогаю, пивот, ну вот бывает, что вот нарушаю я это дело, так, семерка на нампаде, так, это значит сделаем аж, и вот так тогда пивот бамс, сверху поставим, отведем его на информацию посмотреть, как вот назад это возвращать, забываю все это дело, так часто пользуюсь, аж, ужас, альт, 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 аж, возвращаемся назад, панель, клинка ский, включаем, так, теперь все вот это выделяем, привязываем с это риджинг 3d курсору, так, выбираем, значит, кодык, н панель можно закрыть, уводим, кодык, давайте, назад, не столь важная штука, язык, тройка на нампаде, уводим вперед, так, н панель, большеватые, значит, буквы, о, нормально, так, теперь глаза, ну, в принципе, чем, ну, давайте их тоже вперед выведем, зрачков у него нет, будет одно свечение, поэтому вертеть ими не надо, ну, значит, и стационарно их и сделаем, так, все готово, все разведено, теперь заходим, shift-a, mesh, арматура, single bond, ставим, опять же, via port display in front, заходим в edit mode и вот эту косточку G положим вниз, это будет у нас рудкость, для того, чтобы мы потом могли нормально все это дело переносить, так, можно и даже сделать S поменьше, как-то вот так вот поставить, по центру пускай, так, теперь, английская E, вытягиваем косточку, alt-P, clear parent, отводим ее вот сюда, куда-нибудь, теперь делаем ей G, наклон, доводим ее до подбородка, до линии изгиба и теперь E вытягиваем косточку головы, так, теперь нам понадобится E, нижняя челюсть, alt-P, clear parent, все это дело, опять же, смотрите, выставляем на линии изгиба, вот, под челюсть, далеко не уводим, чтобы у нас не ломало шею, ну, потом можно еще косточку ограничитель поставить, посмотрим, как это будет все закрываться, а потом уже решим, так, теперь shift-D, ставим косточку на морду и желательно G, вот, подальше ее, значит, под глаза увести, она двигаться не будет, это уже потом разберемся, так, выбираем эти косточки, нажимаем на голову через shift, ctrl-P, keep offset, привязываем, так, следом, что нам понадобится, тут мало, значит, всяких вот этих вот настроек будет, единственное, сейчас на губы и на брови глаза, вот эти вот добавим косточки, так, теперь, E, вытаскиваем, alt-P, clear parent, косточку, G, английская, подводим к языку, так, G, выбираем низ, уменьшаем ее, и теперь смотрите, делаем по языку, вот эти, добавляем косточки, семерка на нампаде, все попало, все хорошо, косточку, конечную, вот эту, ну, начальную, привязываем к голове, ctrl-P, keep offset, теперь, вытягив из головы, E, косточку, alt-P, clear parent, давайте сделаем глаза, пусть они, значит, руководятся, тоже работают, вдруг потом, когда-нибудь пригодится, там, зрачки ему другие вставить, там, переделать, ну, на будущее посмотрим тогда, так, семерка на нампаде, выводим в центр нашего глаза, так, теперь, делаем shift D, дублируем косточку, выводим вперед, это будет косточка ориентир, и теперь делаем shift D, косточка, значит, управляшка, косточку ориентира, вяжем через shift, левая кнопка мыши, ctrl-P, keep offset, значит, косточки управляшки, косточку управляшки, и косточку глаза, вяжем к голове, ctrl-P, keep offset, можно сразу две выделять, а потом, конечно, значит, последнюю косточку, которую вяжем, уже выделять и привязывать, чтобы по одной их, как, ну, не делать лишних движений, да, выбираем с одной стороны косточки, делаем shift D, щелчок правой кнопкой мыши, делаем, значит, mirror, x-global, меняем их по осям и подставляем на другую сторону, так, тройка на нампаде, глаза готовы, язык готов, сейчас бы это хорошо бы скрыть, так, теперь, значит, выберем нижнюю E, чтобы косточка ровно была, alt-P, так, alt-P, так, alt-P, clear parent, open-up, что такое, alt-P, не отсоединяется, ctrl-P, не выводится, delete, bon, что за косяк, значит, выведем с этой точки, alt-P, clear parent, ух ты, не хочет с нижней точки, с первой кости вытягиваться, давно такого не было, так, S, ну, версия 3.6, она, если так вот посмотреть, то мне многое здесь, короче, ну, как, неудобно, да, мало, конечно, таких изменений, но все равно, так, sub-divide, давайте еще одну вот эту, sub-divide, чтобы она мотылялась хорошо, и вот эту вот первую косточку, которая будет, на которой все это будет держаться, вяжем опять же к голове, ctrl-P, и пол-сет, так, давайте сделаем слив D какой-нибудь косточки, вот одной, сделаем S, это будет у нас кольцо, чтобы оно могло на ухе мотляться, так, теперь вот, что я хочу сделать, object mode, сохраню, как файл, save, as, сохранить, значит, как вариант, теперь, хочу скрыть глаза, язык, скрыть кадык, и скрыть кольцо, это, значит, H, английская, тройка на нампаде, выбираем кости, заходим в edit mode, и вот эти косточки, которые не будут участвовать, давайте тоже H, скроем, единица на нампаде, теперь, добавим косточки ушей, вытягиваем косточку, alt-P, clear-parent, G, вставляем ее в голову, семерка на нампаде, опять же, G, подгадываем, единица на нампаде, сразу вяжем ее через shift, левая кнопка мыши, ctrl-P, keep offset в голове, теперь E, вытягиваем косточку, по одной, думаю, хватит, сильно мотыляни у нее не будет, так, теперь только что, нужно точно ее подгадать, ну, G, в принципе, ровно ли два, ну, давайте дадим ей, вот такой вот изгиб, так, единица на нампаде, теперь, добавляем, дуги, бровные, тройка на нампаде, вытягиваем, так, E, G, alt-P, clear-parent, косточку, G, поместим ее, значит, куда, между глаз, пока, это будет держать у нас, вот этот ориентир, да, центр, теперь, теперь, делаем, shift, D, ставим, рядышком, семерка, на нампаде, делаем, S, такие большие кости, нам не понадобятся, ну, здесь, с помощью, мостов, заводим, меж, меж, чтобы, все, привязалась, сетка, чтобы, ну, назначилась, вертикс, группа, shift, D, делаем еще одну, в принципе, в принципе, насколько они мягче, эластичнее должны, это вы уже, можете потом еще, добавить, докорректировать, так, и постоянно, видите, тут, закругляется, мы их должны, чуть-чуть, заводить, в меж, так, единица на нампаде, делаем, shift, ну, вот сюда, на конечку еще одну, тогда можно, так, тройка на нампаде, заведем ее, вот сюда, одну по центру поставим, чтобы дальше, века не опускалась, shift, еще сделаем так, ну, и shift, вот сюда, семерка на нампаде, вроде бы, легли, вот эту еще, наверное, вглубь, потому что, тут они, должны полностью, в мэше лежать, так, даже вот эту, видите, можно еще выше поднять, так, и чтобы ими руководить, было удобно, да, давайте еще одну косточку, сдублируем, shift, D, этой сделаем уже, S, побольше, сделаем R, перевяжем, сделаем G, семерка на нампаде, и уведем ее по центру, вот так, и вот эти все косточки, все вот эти, привяжем к ней, CTRL-P, и полсет, а ее привяжем к голове, так, CTRL-P, и полсет, все, если мы захотим отдельно руководить, то будем каждую косточку трогать, да, а так, вот эту косточку, не к ней, а просто к голове, она будет, конечная, держать вот эти все, претендалы, так, семерка на нампаде, тройка на нампаде, делаем G, так, я хочу, чтобы и нос чуть-чуть двигался, значит, добавлю сюда, косточку E, ALT-P, клеер-пером, ввезу ее назад, носовой, CTRL-P, и полсет, единица на нампаде, и одну вот эту косточку сделаем, CFD, на нос, чтобы она могла вот этим носом, ну, как бы чуть-чуть двигать, все равно, да, все, эта косточка привязана к этой, CTRL-P, и полсет, есть такое дело, так, теперь, что у нас получится, у нас получится, если, значит, еще, по рту надо, да, определиться, так, давайте, E, вытащим косточку, ALT-P, клеер-пером, добавим ее, семерка на нампаде, по центру, сделаем ей, немножко, S, пусть она будет тоже, поменьше, не надо тут таких прям, аховских, костей, ну, и теперь тут попроще, CFD, одна кость, CFD, вторая кость, семерка на нампаде, эту косточку можно, R, даже, перекрутить, чтобы она была угловой, можно делать поменьше расстояния между ними, ну, как побольше, да, не обязательно, чтобы там прям, много костей было, так, теперь, SHIFT, D, делаем еще одну кость, семерка на нампаде, эту косточку я тоже перекручу, G, и поставлю вот сюда, так, тройка на нампаде, смотрим, чтобы все попадало туда, куда надо, CFD, еще одну добавляю кость, CFD, так, здесь уже, главное, чтобы, так, ну, на щеку полюбасу надо будет добавлять, другие кости, так что, ладно, прогоним таким же образом, так, здесь уже, тоже, пускай, привязывается, она может, видите, вот эта часть уже может привязать к себе щеку, потянуть, так что, давайте просто заведем ее под углом, так, вот эта часть тоже, семерка на нампаде, тоже пускай под углом будет, так, ну, еще тогда CFD, трое-то на нампаде, это можно уже повыше делать G, так, главное, чтобы это все в меше именно было, так, есть такое дело, эта косточка будет у нас ограничитель, вот она по идее, сейчас посмотрим, распределим, какая будет держать, какую, какую, так, я думаю, что вот эта кость даже здесь не нужна, пусть тут будет больше прореха, так, теперь, CFD выводим на верхнюю челюсть, семерка на нампаде, и здесь я ее, наверное, тоже перекручу, так, есть такое дело, теперь делаем CFD, CFD, R перекручиваем тоже, так, CFD, R докрутка, и CFD, пускай будет тоже центральная, вот это, наверное, я удалю, и тройка на нампаде, первую косточку выберу, так, сделаю CFD, щелчок, и подниму ее просто по центру, чтобы они на одном уровне были, так, что у нас получается, так, G, все распределим тут нормально, и побольше, значит, где-то вводим в Mesh, чтобы все они не касались, значит, этой сетки, а именно заходили в нее, так, теперь получается, смотрите, вот это кость, вот это, вот это, вот это, и вот это, это крепим к нижней челюсти, к верхней челюсти, Ctrl-P, Keep Offset, так, вот эта кость двигаться не будет, поэтому можно и к голове верхней вязать, это не столь важно, так, теперь, вот эту косточку вяжем, к голове, Ctrl-P, типа, keep Offset, потому что она будет, как бы, фиксировать вот этот, чтобы дальше верхняя челюсть, вот эта кость не поднималась, да, так, ну, а эти кости уже, даже вот эту вот косточку можно еще пониже опустить, этой кости мы выбираем, или shift левую кнопку мыши, или клавиша C, вот так просто вводим, ну, опять же, чтобы правая, правая кнопка сбрасывает, левая рисует, ну, чтобы не зацепить другие кости, опять же, так, и последнюю, Ctrl-P, keep Offset, все, это дело повязано, все это сейчас отзеркалится, все это будет зашибись, но тут другой вопрос, когда назначится веса, будет ли адекватно вести себя, значит, зуб, тоже вопрос, может быть, придется настраивать веса, но я так не люблю настраивать веса, что, ну, просто, что можно сделать, делать Е, косточку, Alt-P, Clear, Parent, и просто вставить эти кости в зубы, уже кость будет держать, значит, вот эту форму, не надо будет назначать, рисовать там что-то, лучше больше, побольше косточек, мы их потом, значит, скроем, и их просто не будет, будем другими пользоваться, ну, опять же, вяжем в голове, эту, Ctrl-P, Keep Offset, и сдублируем, тройка на нампаде, шею в D, сделаем R, перекрутим кость, и G, поставим ее еще к одному зубу, так, и вот эту косточку, значит, привяжем уже к нижней челюсти, Ctrl-P, Keep Offset, так, с этим делом разобрались, уши, голова, шея, все это дело присутствует, все нормально, теперь другой вопрос, нам надо, чтобы щеки вот эти вот двигались, вот эти, значит, что сделаем, вытянем, E, какую-нибудь косточку, Alt-P, Clear Parent, сделаем G, подведем ее к сяке, семерка на нампаде, смотрим, где она находится, где она будет, так, тройка на нампаде, так, поставим, значит, ее от носа, чтобы она держала вот эту часть носа, чтобы тут не было ломки, сделаем R, так, есть такое дело, FD, так, нужно будет, на щеку поставить еще, вот эту косточку, сделаем S, G, ну, и заодно она будет держать вот эту часть рта, значит, веса не будет ломки, так, ну, вроде все в меше, но опять же, сможем ее, как бы, надувать, и чуть-чуть будет движение щеками, да, так, ну, больше, в принципе, можно не вставлять, если что-то где-то, там уже шибкие, ими можно подогнаться, но эту косточку, тоже вяжем в голове, Ctrl, P, keep off set, если где-то потом будет движение, а где будет ломка, ломка будет по-духому, здесь, значит, еще одну косточку, на всякий случай, вытянем, сделаем, Key, Clear Parent, G, давайте сразу, и под ухо, прям, поставим, вот так, теперь ухо будет опускаться, вот эта косточка будет держать, значит, вот эту часть, вот так, единица на нумпаде, это тоже назначим, Ctrl, P, keep off set, здесь, конечно, можно прям сетку сделать, натяжечку сделать, добавить, еще больше костей, полностью обвить голову сеткой, но это, в принципе, не надо, только много костей, нужно, кости век, кости, значит, отвечающие за рот, и тут, вот еще в чем вопрос, смотрите, так, тройка на нумпаде, единица на нумпаде, у нас же губы должны отдельно действовать, да, и опять же, чтобы потом не назначать веса, Clear Parent, отсоединяем косточку, и сделаем вот такой финт, G, и подставим к нижней челюсти, тройка на нумпаде, G, вот сюда, повыше к этой кости, чтобы уже можно смело было тянуть губу, так, это Ctrl-P, тип оффсет, сейчас кто-то скажет, возможно, ну, вот эта же кость держит, здесь будет назначено, значит, веса, но все равно, так вот будет, как бы, четче, губу, можно углы будет, прям вообще вытягивать, так, язык вставленный, кости вставлены, так, нижние веки, делаем, выбираем какую-нибудь косточку, так, Ctrl-Z, можно вот так раз, ее выбрать, если вам нужно, так, Shift-D, это теперь у нас пойдет, косточка на удержание, края глаза, вот этой части, внутренней, где Нов, здесь назначится весом, и она не будет двигаться, мы ее привяжем к голове, Ctrl-P, и полсет, она, как и вот эта, конечная, так, теперь, единица на паде, делаем Shift-D, 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 ну, и, в принципе, на низ мало косточек надо, так, их, джи уменьшаем, чтобы они не вязались, потом к другим частям, да, ну, к этим я не буду общую, вот эту кость управляшки добавлять, она, в принципе, не нужна, их можно тут и так, подкрутить, подвертить будет, по одиночке, так, угу, так, ну, и тогда, наверное, вот эту косточку, прям, подтянем, под глаз, и вот эту косточку, не, не эту косточку, тройка на нападе, еще, Е, одну вытяну, Alt-P, Clear Parent, G, и подставлю, вот сюда, под глаз, опять же, будет держать висок, и, еще одну косточку нужно, так, 7, так, выберем, какую-нибудь косточку, семерка на нампаде, сделаем Shift-D, уведем, вот сюда, за нашу, значит, веку, и G, под эту косточку, проведем, вот так, так, назад ее уведем, а эту косточку, тогда, G, чуть-чуть уменьшим, а эту кость, заведем, прям, в Mesh, когда, вот эта косточка, будет нагинаться, это, чтобы у нас, за нее, вот за ней, значит, голова не вдавливалась, ну, и доведем ее, значит, до центра глаз, так, семерка на нампаде, и вот эту косточку, можно G, прям, в центр, тоже ввести, заодно будет, что-то там держать, голову, или эту, так, вот с этой косточкой, да, сделаем, S, поменьше, уведем ее, G, так, нет, вот эту, под глаз, ну, и там ее подальше, куда-нибудь, мы ее сейчас скроем, в принципе, ее не будет, так, вроде бы, все повязано, это уже сейчас, тест покажет, все, теперь, что мы делаем, выбираем все вот эти кости, за исключением костей головы, так, боковушки, смотрим, чтобы все были выбраны, так, серединные кости не нужны, вот эта нужна, ну, и в принципе, что, так, вот эта еще не выбралась, так, на веках все нормально, все хорошо, все вроде бы, шелчок, шелчок, правая кнопка мыши, мир, x-глобал, так, ориентируемся по зубам, и по векам вот этим, ну, в принципе, что, в принципе, персонаж готов, alt, h, возвращаем кости, остальные, теперь, заходим, в object mode, нажимаем, alt, h, возвращаем глаза, там, всю вот эту, вещь, да, и что у меня получилось, что у меня косточка, вот эта, для кольца, я ее не подгадал, так, семерка на нампаде, не подвел к кольцу, значит, и привяжем ее к голове, а ну-ка, вроде вязал, нет, не довязал, значит, так, глаза, проверим, а вот, вот эти кости, забыл я, я же их дублировал, и они были привязаны, к другой кости, ctrl, p, типа, все точно, проверочку делаем, все к ним тянется, к головной, косточке, все зашибись, все нормально, object mode, тройка на нампаде, выбираем, язык, выбираем, глаза, выбираем, нашего персонажа, выбираем, кадык, выбираем, кольцо, и вяжем, все это, разом, ctrl, p, void, automatic, widget, или как, все привязалось, видите, не матюкается, все хорошо, выбираем, теперь, только кости, и заходим, в post mode, выбираем, косточку, которая отвечает, за язык, и заводим, язык, нашего персонажа, так, следом, выбираем, кости глаз, заводим, глаза, у нашего персонажа, чтобы посмотреть, как они зашли, вот, можно отключить, значит, вот эту, видимость костей, так, тройка на нампаде, теперь, косточку, управляшку, выбираем, все привязалось, заводим, кадык, и косточку, значит, с кольцом, тоже доводим до уха, смотрим, чтобы она точно попала в ухо, ну, вроде бы, там и есть, так, теперь, я это все дело сохраню, и будем продолжать дальше, так, смотрите, тут костей много, давайте выберем, те кости, которые, в принципе, не будут участвовать, в анимации, это кости привязок, идут, вот этих, потом, кости задние, вот эти, вот эта кость не будет участвовать, которая держит уровень глаза, да, так, теперь, не будут участвовать задние, вот эти кости, которые будут держать череп, не будут участвовать, кто еще не будет участвовать, ну, давайте пока с этим разберемся, да, N панель, и, значит, Trig Tool. Посмотрим. Это мы их заменим на сферы. Крит. Так. Можно их еще чуть-чуть уменьшить. Смотрим, чтобы они сильно не бросались в глаза. В принципе, будет на них глядеть не очень хорошо. Да? Давайте тогда линии поставим. Это будет лайн. Линии будет поприятнее. Выберем бонгруппу. Цвет теперь выбирается сбоку. Сделаем нейтральненький такой синий. Вроде бы в глаза они не бросаются, но мы их видим. Теперь. Нижняя челюсть у нас будет. Это точно будут сферы. Пардонте, тройка на нампаде. Нужно чуть-чуть опустить косточку. И вот теперь выбираем, значит, нижние вот эти кости. Это будет у нас нижний рот. Ну, нижняя группа внешнего вида. Назначим, значит, этим всем делам сферы. Крит. И здесь уже желательно их чуть-чуть побольше поставить, чтобы видеть каждую. Добавляем группу. И так, назначаем таймлайн. Красный, короче. И так, теперь выбираем верхние группы костей. Это будут у нас кубы. Это будут у нас кубы. Крит. Здесь мы уже уменьшаем. И будут они у нас чуть-чуть вперед раздадим их, как растянем. Так, теперь будут они у нас, значит, желтые. Потому что будут восприниматься они чуть поменьше. В основном будут нижними. Ну, и вот этими задними там может корректироваться. Так, что теперь делаем? Тут теперь делаем наоборот. Нижние веки у нас будут... Так, нижние веки у нас должны быть теперь кубами. Так, тут чуть-чуть побольше поставим. Назначим им, значит, группу красную. А верхние вот эти, которые будут реально работать, это вот ограничители уже, по-моему. Ну, сейчас посмотрим. Ограничители надо будет заменять на другие, чтобы, ну, уменьши их трогать. Так, это будет у нас сферы. Тут уже прибавляем. Так, на сферы делаем цвет ну, пускай тоже желтый. Зеркально, короче, все это дело делаем. Теперь голова, шея. Это у нас будут церквы. Цвет пускай будет какой-нибудь зеленый. Так, теперь так, вот эти носовые. Короче, носовые, ротовые вот эти вот. Это пусть будут у нас финжеры. Ну, чуть-чуть их побольше сделаем, чтобы их видеть. Или хотя побольше нам нужна только для нижней челюсти. Вот, чтобы ее видно было. Верхняя нам не столь важна. И получается здесь она будет так, ну, еще какую-нибудь группу создадим. пусть вот такая будет. Ну, как раз ее видно. Так, теперь рут-кость. Находим рут. Крит. Увеличиваем ее. Ну, в принципе, что, пусть она так и будет. Ей даже можно и цвет не давать, чтобы она меньше в глаза бросалась, но ее так видно. Так, язык. Вот с языком. Значит, управляшки все. Так, так, так. Ладно, вот с этим мы сейчас разберемся. Это будет с одной стороны у нас. Ну, пускай будет поле. А ну... Ну, в принципе, что, неплохо, да? Их и видно тоже. И так, это будет поле. Пусть они будут, ну, как и управляшки, да? И вот этому тоже сделаем поле. Тоже пусть такого цвета будет. Так, нос. Нос управляшки будут у нас... Ну, пусть кубами. Побольше сделаем, чтобы знать, что это значит у нас нос. Так, что еще осталось? Остались кости, которые фиксация, да? И управляшки. Вот эти управляшки, это будут финжеры. Так, делаем финжеры. Ну, пусть они будут побольше, чтобы их было видно. Назначим ему красный цвет. Или лучше одинаковый, когда уже ставят на управляшке. Так, теперь глаза. Это будет из... Назначим одному глазу зеленый цвет, другому давайте желтый. Или синий. Нормально. Так, вот этому тогда желтый. Так, теперь вот это у нас управляшка для глаз. Она пускай будет... Ну, вот такая. Так, есть такое дело. Так, теперь что у нас? Уши. Так, кольцо. Пусть будет куб. Уменьшаем. Это будет, значит, управление кольцом. Всевластия, да? Так, ушные. Пусть будут финжеры тоже. Можно лайнеры сделать. Давайте. Так и так. Пусть будут финжеры. Чуть-чуть им прибавим побольше. Ну, и какой-нибудь такой. Пусть коричневый. Так, теперь. Язык, думаю, пусть останется костями. Потом, если что. Так, теперь. Здесь вот эти зубы убираем, значит, пусть будут лайнеры. Делаем их поменьше. Зубами пользоваться не будем, и цвет давать им не обязательно. Так, теперь, что у нас получается. Глазные пусть остаются. Ну, если вот сейчас язык заменить, сферами нельзя. Ну, только что лайнерами. Так, вот это пусть куб будет, потому что, ну, чтобы мы знали, что это будет управляшка, да? Пусть будет, ну, пусть будет красная, да? Ну, а этих все посадим на финжеры. И управляшка кости финжеров, чтобы мы ее видели, я на нее потом сделаю настройку. Так, это я зря сделал. Пусть будет язык зеленый. Так, ну, в принципе, что? Все. Персонаж готов. Теперь остался тест. Так, а, нет, еще вот они. Ограничители, да? Вот это все, по-моему, ограничители. Вот эти. Вот он, ограничитель. Вот он, ограничитель. Тогда ограничителем поставим. Что бы мы такая поставить-то? Ну, давайте поставим сферы. Сделаем их чуть-чуть побольше, чем обычные, да? И назначим, вот, опять же, цвет, который будем понимать, что это, значит, ограничители. Так, вот он же еще тоже, это ограничитель. И вот он, ограничитель. Это будет сферы. Чуть-чуть побольше. Так, ну, в принципе, что? Все, персонаж настроен. Сейчас я его сохраню. И теперь тест-тест делаем. Так, Ctrl-Z. Рут-кость. К ней нет привязки. Значит, Edit Mode. Вот эту кость вяжем к этой, Ctrl-P и Pop-Set. Заходим в Post Mode. А ну-ка. Так, носовая, Ctrl-Z не привязана. Так, носовую кость вяжем к голове. Ctrl-P и Pop-Set. Заходим, опять же, в Post Mode. Тройка на нампаде. Рут-кость выбираем. И нижние глаза. Alt-G. Нижние вот эти вот. Ни к чему не привязаны. Тоже так, Post Mode. Так, Edit Mode. Так, вот этот, вот этот, вот этот. Так, ну, вроде бы они тоже вязаны. Но где-то что-то не привязано. Сейчас посмотрим. Ctrl-P, тип оффсет. Да, они. Ctrl-P, все тут привязано. Заходим в Post Mode. Тройка на нампаде. Выбираем рут-кость и смотрим. Так. Alt-G. Фиксация глаз тоже не привязана. Это значит, это значит, Edit Mode. Это у нас, вот это, кость почему это. Ctrl-P привязано. А, вот эти, может, две управляшки. Привязаны. Так. Что я забыл, вот эти, может. Вроде вязал. А, вот они, да. Смотрим теперь Post Mode. Тройка на нампаде. Еще раз тестим проход. Так, а это кто? Ага. Alt-G. Понятно. Edit Mode. И вот эти. Так, я же их опять же вязал. Ctrl-P, да. Keep Offset. Последние, надеюсь, которые были проежены. Все. Голова движется. Можно ее использовать, переносить куда угодно. Alt-G. Так, теперь тестим. Значит, рут. Так. Ну, что, говорить он будет. А ну-ка. Нормальный внешний вид. Alt-G. Так, смотрим. Тройка на нампаде. Так, вот это кто у нас тут такой? Ага. Давайте их потестим. Alt-G. Почему он так себя ведет? Alt-G. Edit Mode. Все привязано. Так, Alt-G. Так, ctrl-Z. Ну, сейчас давайте потестим по новой. Так. Alt-G. Alt-R. Вот так. Тогда чтобы... Так. А, Alt-G. Alt-R. Тройка на нампаде. Переделываем. Значит, удаляем вот эти косточки. Это получается Edit Mode. Вот эти две кости. Ну, прям они нам не нужны. И, по-моему, вот эта даже не нужна будет косточка. Ага. Делит. Бон. Хорошо себя ведет. Значит, с этими костями вот эта часть. Тут дополнительные есть. Значит, теперь заходим в Object Mode. Выбираем только персонажа, только кости. Ctrl-P. Перевязываем. Переназначаем веса. И выбираем кости. Заходим в Post Mode. И опять у нас тут разлетелось все, да? Надо все это дело сейчас сохранить. Так, тройка на нампаде. А. И LockRot. Все, пусть это на базе стоит на первом кадре. Ну, все, вроде бы, да? Так, проверяем теперь, что у нас. Проверим. А. Настроим глаза еще. На слежение. Ctrl-C. TrackTo. Выбираем сначала косточку, которая стоит тут в этой штуке. В общей. Потом YZ меняем ориентир оси. Выбираем второй глаз. Выбираем сам глаз. Делаем Ctrl-Shift-C. TrackTo. И опять же YZ. Так, теперь проверяем. Будут они двигаться за глазом или нет. Alt-R. Шикарно. Alt-G. Alt-R. Так, тройка на нампаде. Что у нас теперь по глазам? Делаем R. О, дебомбы. Все работает. Все хорошо. Alt-G. Alt-R. Так, теперь что у нас по нижним привязкам вот этих век? Так, а ну-ка. G. Это G. Это G. А это не G. Значит, Alt-G. Заходим в Edit Mode. Выбираем вот эти две косточки. Так, давайте по одной их сначала. И подальше в глаз его заведем. И вот эту косточку тоже выберем. И она ни к чему, видите, не зашла в Mesh. И поэтому ни к чему не привязалась. Заходим в Edit Mode. Опять выбираем персонажа. Выбираем кости. Ctrl-P. White Automatic Widget. Тройка на нампаде. И опять же выбираем только кости. И идем в Post Mode. Так, смотрим, как у нас ведет себя голова. Ну, в принципе, голова ведет себя нормально. Так, теперь назначим языка. Языку, значит, выберем первую косточку. А вторую, потом первую. Делаем Ctrl-Shift-C. Назначим мой Inverse Kinematic. Удалим таргеты и поставим, ну, на сколько-нибудь костей. Так, пока на 3. G. Во. Нормальный язык работает. На 3 и хватит. Так, что еще можно так настроить? Ну, уши, в принципе, что уши. Так, вот эту косточку. Вот она, ухо. Edit Mode. Нужно привязать к уху. Ctrl-P. Keep all set. Чтобы двигалась, значит, вместе с нашим ухом. А ну-ка, G. Вот видите, все. Теперь все нормально. Можно прижимать. Можно тут чуть-чуть кольцо вот так вот шевелить. Так, что у нас боковые? G. Вот, можно ими тоже руководить, как бы, ну, чуть-чуть. Там, щеки надувать. Так, задняя, что она делает? Во. Это вообще, жесть, что можно творить. Жев такой. Прям приподнимать. Вперед, там, назад. Выводить щеки. Alt. Так, Alt. G. Alt. Зачем я так сделал, а? Вот, опять же, все выбрал. Но у нас сохранен первый кадр. И нам это по барабану. Так, N панель. Ну, все. В принципе. Осталось теперь потом зайти вон туда погулять. Зайти там куда-нибудь в пещеру. Так, это еще Кадык. Вот, куда идти, аж можно, там. Так, это все в потолок. Ну, потом погуляем. И так, этот персонаж будет в группе. Значит, будет ролик полный с его анимацией в песках. Кому интересно, можете потестить, где-то что-то добавить, что-то заменить. Пишите в группу, что тут хотелось бы вам сделать. Ну, какие кости, возможно, не нужны. Или какие кости, наоборот, вы хотели бы, чтобы работали. Ну, и там все дело это порешаем. Все. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok